Завит из самоизоляции. Слава Богу. И хорошо. Но, кстати, я думаю, что духовность, вот я не верю, что упала, мне кажется, наоборот, люди как-то мобилизовались из-за того, что как раз нет служений оффлайн, но зато много онлайн, эфиров разных, и люди как-то... Ну, и есть... Нет, я полностью согласна, есть время личных отношений с Богом, есть время уйти, помолиться. Я сегодня с утра в лесу, например, молилась, вот так мне Господь дал возможность. Просто пообщаться с Богом, больше свободного времени, это круто. Искать Господа, опять же, раз есть. Аминь, аминь. Вера Николаевна, ну что, у нас служение жертвы? Да, у нас служение пожертвованием, то есть, несмотря на то, что мы собираемся онлайн, но мы не забываем делать все, что делаем всегда, на любом служении, то есть, те дела, те добродетели христианские, да, мы продолжаем делать и онлайн. И, естественно, всегда мы делаем пожертвования, даем пожертвования, потому что нехорошо приходить в гости с пустыми руками, да, мы приходим в Дом Божий, ну, к Отцу приходим, да, и нехорошо приходить с пустыми руками. И вы знаете, это было одно из первых моих откровений вообще в моей христианской жизни, когда я покаялась давным-давно. Ой, да что вы, Вера Николаевна? В 93-м году. Когда были еще совсем в годы. Кстати, вот скоро, да, 17... Нет, 4 июля я покаялась. И одно из первых откровений, на самом деле, было именно откровение о жертве. Наряду с откровением о Божьей любви, о спасении, об исцелении, о благодати, о вечной жизни, ну, много, да, новых откровений. И наряду с этим было откровение о жертве. И я хочу прочитать одно местописание, которое, наверное, уже не только чтобы надоело, да, потому что оно все-таки в Библии написано, но все, кто говорит о пожертвовании, многие его читают. Малахи, 3 глава, 10 стих. Моё любимое. Да, но оно вот не прибавить, не убавить, да? Это точно. Просто Божье слово. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савао. Остановлюсь пока на этом. И здесь говорится, принесите все десятины. И вот я думала, слово все, оно относится все десятины, которые у тебя есть, или все люди, принесите десятины. Ну, кстати, интересно. Я думаю, что это и о том, и о другом, да, то есть можно читать в двух вот вариантах. То есть мы все должны приносить все десятины, которые у нас есть. От всех прибытков, как Библия говорит, да, от всех доходов принесите все десятины, чтобы в доме моем была пища, говорит Господь. И дальше Господь говорит, и хотя в этом испытайте меня. То есть ни в чем в другом Господь не говорит, чтобы мы его испытывали, да, ни в исцелении, ни в каком-то другом благословении, ни в вечной жизни, да, то есть во все это мы должны просто безоговорочно поверить. А вот именно что касается финансов, Господь говорит, в этом вы можете меня испытать. И дальше Он говорит не просто даже как загадку какую-то, а как ответ даже вот на это испытание. Он говорит, не открою ли я для вас отверстие небесное и не залью ли на вас благословение до избытка. То есть вроде бы это вопрос, но Господь его дает как ответ. Он говорит, если вы приносите все десятины, он говорит, я и залью на вас все благословения до избытка. И мы действительно можем в этом испытать Бога. И я знаю, что все, кто хоть однажды его в этом испытали, они наверняка испытали и вторую часть этого стиха, да, где говорится, что Господь и зальет благословение до избытка. Я утверждаю прям сто процентов. Да, и я помню вот это откровение свое первое, еще может быть не совсем обновленным разумом христианским, но я помню, что мы с мужем приняли это откровение, мы решили испытать Бога. И мы много раз испытывали, и также испытывали и вторую часть этого стиха, когда Господь изливает все благословения до избытка. Поэтому давайте сейчас будем жертвовать нашему Господу, давайте будем приносить все десятины, все из нас будем приносить все десятины и будем испытывать на себе Божью любовь и Божью благодать. Когда Он будет изливать, когда Он будет в любой ситуации держать нас в своей руке, несмотря ни на какие кризисы, Господь точно заботится о своих детях всегда. Аминь. Давайте помолимся о том, чтобы благословение Божье присутствовало в нашей жизни. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя за то, что у нас есть эта возможность приходить в Твой дом, приносить десятины, приносить пожертвования и этим испытывать Твою благодать, Господь. Испытывать на себе Твою руку, Господь. Во имя Иисуса, Господь, благослови каждого, кто сейчас жертвует в Твой дом, Господь, в Твои житницы, Господь. Во имя Иисуса, благословение Твое будет на каждом доброходно дающим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо большое, очень сильное слово. Давайте, друзья, будем жертвовать и поклоняться Господу сейчас. Драгоценная церковь, давай прямо сейчас, там, где Ты есть, поклонимся с Тобой, Господу нашему. Будем поклоняться Ему в Духе истине. Будем поклоняться всем сердцем, всем уразумениям своим. Аллилуйя, поклоняйся сейчас, пусть ничего Тебе не мешает. Аллилуйя, Господь драгоценный, я благодарю Тебя за Твое сильное присутствие, за все то, что Ты приготовил для нас сегодня. Аллилуйя, поклоняюсь Тебе всем своим сердцем. Господь, молюсь и прошу Тебя, пусть наши уста начнут еще больше прославлять Тебя, еще больше поклоняться Тебе, великому всемогущему Богу. Аллилуйя, Аллилуйя. Позволь сейчас Господу прикоснуться к Твоему сердцу. Я знаю, здесь Он сейчас, на этом месте, там, где Ты есть. Аллилуйя. Любовью и силой наполни жизнь мою. 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 Я поклонюсь всем сердцем моим. Я поклонюсь всей жизнью моей. Я поклонюсь и знаю и верю, что Ты мой Господь. Любовь и силой наполни жизнь мою. Любовь и силой наполни жизнь мою. Любовь и силой наполни жизнь мою. Я поклонюсь и знаю и верю, что Ты мой Господь. Я поклонюсь и верю, что Ты мой Господь. Я поклонюсь и верю, что Ты мой Господь. Любовь и силой наполни жизнь мою. Любовь и силой наполни жизнь мою. Я поклонюсь всем сердцем моим. Я поклонюсь и верю, что Ты мой Господь. Я поклонюсь и верю, что Ты мой Господь. Я поклонюсь всем сердцем моим. Ты мой Господь, ты мой Господь. 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 Ты мой Господь. Ты мой Господь, ты мой Господь. Ты мой Господь, ты мой Господь. Ты мой Господь, ты мой Господь. Ты мой Господь. Ты мой Господь, 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 ты мой Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Никто не отлучит меня от тебя Ни холод, ни зной никогда Не разлучат меня с тобой Никто не отлучит меня Никто не отлучит меня Никто не отлучит меня От любви твоей, Иисус Никто не отлучит меня Никто не отлучит меня от тебя Ни холод, ни зной никогда Не разлучат меня с тобой Никто не отлучит меня Никто не отлучит меня Никто не отлучит меня От тебя Иисус Аллилуйя Давай воздадим самые громкие аплодисменты Только для Него Для Великого Чудесного нашего Господа Аллилуйя Аллилуйя Слава тебе, Царь Царей Слава тебе, Бог Богов Аллилуйя Аминь Дорогие друзья Приветствую вас сегодня Воскресное утро Слава Богу За Бога Потому что если вы не Бог, то не дай Бог Так говорят часто проповедники и пасторы И я с ними полностью солидарен Друзья мои Сегодня у нас новый день Новая радость Несмотря ни на что Мы с вами сегодня в Доме Божьем Хотя каждый находится в своем Может быть Доме, кто смотрит нас Но в любом случае Внутренне ты должен понимать Что сегодня ты в соприкосновении со Святым Духом Сегодня Иисус тот же Который и вчера и вовеки Иисус тот же Со своей жертвой ради тебя Сегодня Бог Отец любит тебя И делает все для того Чтобы ты имел потенциал к жизни и благочестию И самое главное У нас ждет спасение Спасение во Христе Иисусе Каждый человек, кто живет со Христом Имеет надежду на вечную жизнь Несмотря на то, что жизнь краткотечна Она проходит достаточно быстро Мы знаем, что однажды мы встретимся с Царем Царей И мы не предъявим Ему никаких наших аргументов Потому что Он законодатель всей жизни Что бы в нашей жизни не было Мы должны уповать на Христа На Царя Царей и Господа Господствующего Он за нас сделал Для нас сделал все Он умер за нас на кресте И уже простил нас И когда мы были грешниками Он уже умер за нас И дал нам новую жизнь с Ним Итак, друзья, не теряйте эту веру И как раз об этом я сегодня хотел с вами поговорить Поговорить на тему, которая называется Ободрение в вере Вот так называется мое сегодняшнее слово Друзья, нам важно ободрять друг друга Сегодня каждый, наверное, человек на земле понимает Насколько важны слова Насколько важны слова надежды Слова вдохновения Насколько важны слова поддержки И Библия тоже так же относится к словам ободрения Людям в самых сложных ситуациях необходима поддержка И вы знаете, важно, когда кто-то, находящийся рядом, может сказать Продолжай, борись И самое главное, когда речь идет о вере К сожалению, большое количество людей разочаровывается в вере В вере вообще в Иисуса Христа В вере в Бога Потому что у них появляется большое количество вопросов по жизни То есть, почему тот умер раньше времени Почему случилось несчастье с этим человеком Почему на земле так много страданий Почему умирают дети Почему войны Почему болезни Этих вопросов огромное количество И это все соблазны для нас Соблазны вопросы, на которые мы не можем найти ответы Но они, в принципе, есть Если серьезно к этому отнестись Но я сейчас хочу оставить ответ на эти вопросы за скобками Но я хотел говорить именно о том, что Ободрение всегда является чем-то необходимым Для нас, для нашей христианской жизни Чтобы дойти вот в этой вере в Иисуса Христа До конца нашей жизни И знаете, как пословица говорит Жизнь прожить, не поле перейти Так вот, я хочу вам сказать Со Христом прожить жизнь Это не просто не поле перейти Это очень серьезный вызов Я уже живу со Христом 27 лет И вы знаете, у меня были соблазны Были искушения Были разные мысли, в которых я запутывался И я понимаю, что мне нужно было в эти моменты остановиться И держаться за Господа И тогда как-то я однажды сам себе задал этот вопрос Но если я прохожу эти искушения, соблазны Когда я сам запутываюсь в своих мыслях И в своей жизни, не имея ответов Мне нужно ободрение И оно так сильно меня влияет То и все остальные люди тоже нуждаются в ободрении И поэтому ты как пастор Или вообще ты как христианин Ты можешь быть либо разочарованием для других людей И соблазном для других людей Либо можешь быть ободрением В словах и в примере жизни То есть все зависит от тебя Как-то я уже рассказывал В одной из своих проповедей Ну может не раз даже О том, что у меня было такое видение Видение об огромном механизме Большом Это были какие-то часы С огромным количеством шестеренок Это было реальное видение И все шестеренки крутились И как-то у меня был диалог с Духом Святым Я говорил, Господи, что это за видение Что ты хочешь мне показать И Господь сказал Какая из этих шестеренок является ведущей То есть какая из них крутится сама собой Своей силой, своей энергией И я как-то так затруднился ответить И голос сказал мне Что ни одна из этих, которые ты видишь Не является шестеренкой, которая крутит Своей собственной силой Но одна маленькая, вот там в углу Которая даже не в фокусе всем А в углу Где-то маленькая шестеренка Именно она является той На которую подается вся сила Это шестеренка, которая не отличается От крупных и больших других Ничем не отличается Даже самая маленькая Но она передает всю силу И когда она вращается Она передает силу более крупной Та более крупной Та более крупной И тогда вращается весь механизм Это был образ такой Тела Христова Когда мы в теле Христовом, мы являемся шестеренкой, мы являемся тем, может быть, человеком, который заводит жизнь один, и благодаря одному происходит ободрение всех вокруг. Кстати, есть еще такая притча, ну, не каноническая, о том, что царь однажды заказал вареных раков, но чтобы они были живые. Ну, такая у него была прихоть. И повар сказал, хорошо, и когда вынес большое количество на поднозе раков, оказалось, что все раки вареные, красные, но они все шевелятся. И царь так удивился, потому что задание было невыполнимое. Он говорит, как ты так сделал, почему раки все шевелятся? А он говорит, понимаете, ваше величество, это повар отвечает, на самом-то деле один рак не вареный, и я его положил под низ, и вот он там шевелится. И пока он шевелится, все мертвые шевелятся вместе с ним. То есть, какова сила одного, одного, человека ли, или рака, или одной шестеренки, чтобы передавать ободрение всем остальным? Вы знаете, мы с вами нуждаемся в ободрении. Мир живет таким образом, что, глядя на кого-то одного, другие могут ободряться. Таких примеров куча за всю историю человечества. Даже животный мир живет этим. Вы знаете, вот, когда летят гуси, и часто там утки, ученые, зоологи, они говорят, что кричат утки во время перелетов больших именно подбадривая товарищей, которые летят впереди. То есть, те, на кого впереди приходится самое большое давление, и на самый большой порыв ветра, и атмосферная сила противостоит их взмаху крыльев, то сзади, которые кричат, они именно подбадривают впереди летящих. И таким образом весь клин, там, утиный или гусиный, продолжает лететь. Друзья мои, ободрение, это настолько важно. Научитесь ободряться и ободрять других. Вот это слово ободрять, да, оно неупотребляемое сегодня в обществе. И вообще, даже шутка по этому поводу есть, вернее, не шутка, а история с моим прям другом. Он европеец, хотя пастор в России, и у него с русским языком так не очень легко. И он говорит, я до сих пор не могу отличать слово ободрать и ободрять. И однажды я приехал к своим друзьям и сказал, я приехал вас ободрать в церкви. И друзья говорят, слушай, ты просто иностранец, не отличаешь букву А от Я. Надо говорить ободрять, потому что ободрать, это слово имеет совсем другой смысл. Так вот, сегодня я хочу вас не ободрать, а ободрять Словом Божьим. И мы все, друзья мои, нуждаемся в ободрении. Мы все нуждаемся в этих словах веры и ободрения, что иди вперед, продолжай жить с Господом. Если сегодня мирские коучи говорят о том, что надо в трудные времена находить какую-то мотивационную поддержку, то тем более во Христе, когда люди теряют веру, когда разочаровываются, мы не просто как пасторы, мы как верующие люди должны уметь влиять и ободрять окружающих наших братьев и сестер, а может быть даже и неверующих людей. И сегодня мы посмотрим в тексте как раз о том, как неверующим людям было принесено ободрение. Но я помню своей жизни, хочу еще несколько примеров привести. Помню, как один миссионер в России, он работал в нескольких городах и был совершенно разочарован, что его работа не шла, буквально не шла. И на обратном пути, уезжая из России, он встретился со мной, это было в конце 90-х годов, и он говорит, я полностью разочарован, я вижу, что я столько лет работал в России и не вижу никакого плода, люди не каются от моего служения, никому не нужна моя помощь. И я помню, как в этот момент, я был молодой пастор, у нас небольшая община была, и я как-то почувствовал, что мне нужно поделиться с ним ободрением, просто словами ободрением. И мне пришло вот это мотивационное слово к нему. Я говорю, ты знаешь, ты трудился, но не так еще долго, чтобы увидеть плод. Но плод всегда приходит по истечении какого-то времени, после полива, после зноя летнего, и только потом появляется плод. Говорю, может быть, ты еще не дополивал свой огород. И вот простые такие слова повлияли на него, что этот человек опять вернулся, и до сегодняшнего дня он помогает большому количеству беспризорников, сиротам, революционным центрам. И недавно буквально он выступал на одной конференции, где было 4 тысячи человек, и он вспомнил эту историю. Он говорит, я уже хотел закончить с помощью россиянам, когда один из пасторов, он имел в виду меня, сказал мне, ты еще не дополивал, ты еще не доработал, чтобы увидеть плод. И сегодня этот плод огромный. И он говорит, как важно в трудный момент услышать слова ободрения. И ободрения принесут плод. Но говоря об ободрении, я бы хотел еще обратить на одну вещь внимание, что ободрение бывает очень часто ложное. Ложное это когда человек, вдохновляющий другого, собственно, не вкладывает сердце в свое ободрение. Поэтому каждый раз, когда ты кого-то ободряешь, кому-то говоришь слова надежды, всегда имей в виду, что ты действительно с этим человеком в данный момент. Ты действительно имеешь в виду, что говоришь. Потому что псевдо-ободрение, оно работает еще более отталкивающе, и создает еще больший соблазн. Я приведу пример. Вы знаете, иногда люди, когда трудная ситуация у человека, или болезнь, или угрозы какие-то, у меня было такое в жизни, и вдруг человек тебе говорит, да ты не парься, знаешь, да не забивай голову. И ты думаешь, как не забивай голову, если у тебя серьезная проблема. И таким образом появляется еще большее отторжение. Я даже знаю одну историю. Одна девушка, моя знакомая хорошая, она говорит, ее в детстве в школе очень сильно обижали одноклассники. Не знаю, в силу чего, в силу каких моментов, но ребенка прям буквально заклевали. Заклевали одноклассники, и она говорит, я боялась ходить в школу, я знал, что меня обижают, я плакала. И даже там доходили уже мысли до самоубийства. И когда она решила рассказать своей маме об этом, она говорит, мама, я больше не хочу ходить в школу, меня бьют и обижают сильно в школе. Мама просто сказала ей, говорит, да ты не обращай на них внимания, иди-ка в школу. И она говорит, это для меня был такой удар, когда я увидела, что мама не только не защитила, она даже не выслушала и просто сказала, не обращай внимания. Она говорит, как не обращать внимания, когда меня просто бьют. И вот знаете, вот эту историю я услышал, Тогда как отец, я себе подумал, себе отметил, что если мой ребенок или будь-то кто-то в моем окружении, человек, кто мне дорог, говорит, что у него реальная проблема, реальная, то слова ободрения должны быть поддержаны каким-то действием. То есть, во-первых, выслушать человека. Слова ободрения подразумевают, что я с тобой, я тебя поддерживаю. Вспомните этот клин, про который я сказал, когда летят утки. Они не просто кричат и говорят, мы с тобой, они реально с тобой. Они на самом деле летят сзади и на самом деле поддерживают. По этой причине мы должны всегда разобраться в поддержке и сказать, слушай, я готов тебя поддержать, дать тебе слова надежды. Если ты не можешь физически ничего сделать, в помощь, ну хотя бы скажи, я молюсь. И правда имей в виду, что ты молишься. У меня, как у пастора, тоже есть искушение, когда люди мне пишут и говорят, пастор, помолитесь за это, помолитесь за это. Тем более сегодня интернет, он подразумевает огромное количество слива информации, так сказать. И люди мне пишут, за это помолитесь. И у меня, знаете, приходит такое искушение. Вот просто отправить этот значок, знаете, ручки сложенные, типа молюсь. И ты как пастор думаешь, да вот все ему там отсылал, там человек 30 в день. И думаешь, да и все. А потом внутри думаю, ну я же пастор. Поэтому если я только нажму эту кнопочку, то я не выполню той миссии, которая мне нужна. Поэтому как-то я еще стараюсь всегда хотя бы написать пару слов, хотя бы письменно. Я молюсь. И даже пока пишу, я говорю, Господи, благослови этого человека. Пусть малое время я потратил, пусть даже человека я не знаю, но перед Богом надо исполнить всякую правду. Сказав, я правда произнес молитву за этого человека. Поэтому, друзья мои, ободрение это всегда слово, но еще и дело. Что подразумевает дело? Дело это наш образ. Вы даже порой не представляете, как сильно влияет на людей в качестве ободрения твой образ. Вот если ты стоишь в трудной ситуации, то даже тебе говорить ничего не надо, люди смотрят и хотят так же, как ты. Когда у людей в семье проблемы, и ты приходишь к ним со словами ободрения, вы знаете, даже порой им слова твои не нужны, они смотрят на твои дела. Знаете, даже есть такое высказывание, что я не могу слышать твои слова, потому что твои дела слишком сильно кричат и затыкают уши от твоих слов. По этой причине иногда, наоборот, слов так много не надо, сколько твои дела. И я в своей жизни много раз видел, что я говорил человеку, какие-то слова в семье, говорил, и пройди это до конца, потерпи с твоими детьми и с твоей женой. И человек говорил, как ты можешь это говорить? Я говорю, да я говорю, потому что я сам многое прошел. И человек видит, что у меня правда четверо детей, у меня правда одна жена. И он как будто бы сам приходит в себя, ему даже много говорить не надо. Он понимает, ну да. И говорю, ну ты поверь, что за 26 лет у меня было многое и в семье, и с детьми. Все, что ты проходил, наверное, проходил я в два раза больше. Ну, может не все, но большие вещи. И это действует ободряюще. Итак, друзья, поймите, что соблазны в мире всегда направлены на то, чтобы разрушить нашу веру в первую очередь. По этой причине Иисус в Евангелии от Матфея, теперь к Слову Божьему, говорит в 18.7, говорит, горе миру от соблазнов, но потом после запятой, но надо бы прийти соблазнам, но горе тому человеку через ковло соблазн приходит. То есть Иисус говорит, миру горе от соблазнов, потому что соблазны направлены только на одно, разрушить твою веру, чтобы ты не дошел до конца со Христом и умер в отступничестве. Да, я знаю, многие люди говорят сегодня, что потерять веру, вернее, спасение невозможно, но это целый пласт теологический, в который я, кстати, не верю. Я считаю, что отступничество имеет место, и люди отступают и теряют веру. И об этом мы, кстати, позднее посмотрим, тоже из Писания. Но соблазн направлен на то, чтобы разрушить твою веру. Всякие соблазны. Но, смотрите, что удивительно, написано «горе миру от соблазнов», но надо бы прийти соблазнам. Каждый соблазн – это вызов, как экзамен твоей жизни. Проходя через соблазн, ты становишься сильнее. Если человек, употребляющий наркотики, был на реабилитации, но потом, выйдя с реабилитации, однажды увидев возможность приобрести опять наркотики и уколоться, не употребляет этого, проходит этот соблазн, он становится сильнее. Но часто в этот момент надо, чтобы кто-то его ободрил и сказал ему «слушай, не надо, не делай, поверь, я проходил это, и я не употреблял наркотики, я тебя ободряю, вот это не делай». И вы знаете, соблазн приходит как испытание, как экзамен. С другой стороны, человек, который стоит рядом и ободряет человека в искушении, вот он играет роль ментора, он играет роль, если хотите, даже роль Святого Духа, который приходит, утешает и дает силу и вдохновляет. А возможно и Дух Святой действует через этого человека. Поэтому мы с вами сегодня являемся инструментом в руках Божьих, либо инструментом соблазна, либо инструментом ободрения и вдохновения людей. Даже более резко пишет Иисус о соблазнах. Матфея 5 глава 29, 30 говорит. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену». Люди, знаете, такие безумные или религиозные фанатики, они дословно воспринимают эти слова и как раз-то соблазняются. Говорят, что за Иисус, как он мог такие слова сказать? «Выкали глаз, вырви там руку себе». Слушайте, ведь многие вещи, они духовные, они образные. Просто Иисус показывает сравнение, он говорит. Если у тебя приходит в жизни соблазн, то лучше даже, просто ты это не осознаешь, остаться без глаза и без руки, чем потерять спасение и оказаться в вечности в преисподней после своей смерти. То есть в своих мыслительных процессах, в своих искушениях лучше подумай о вечности, где ты проведешь вечную жизнь. Поэтому может тебе и правда без глаза остаться лучше или без руки, но войти в Царствие Божие. По этой причине Господь говорит, остановитесь другими словами. Насколько он показывает серьезность искушения и соблазна. Насколько это все имеет страшные последствия. Поэтому остановитесь. Вы просто не осознаете, какова сила греха. Но я-то говорю не об этом. Я сегодня говорю об ободрении. Так вот, в соблазне принципиально важно, чтобы оказался кто-то, как ориентир, который был в этом соблазне и устоял. И вот лучше такого ободрения в жизни не бывает. И вы знаете, людям вообще нужны ориентиры. Вот поймите, им вот нужны ориентиры. Тем более в сегодняшнем обществе, в сегодняшнем времени, когда люди потеряли ориентиры. В этом соблазны сегодняшнего 21 века просто феноменальны. Человек даже не может разобраться в своей половой принадлежности. Его сбивают с толка с самого детства. Говорят, попробуй это, попробуй это, а может ты вообще не мальчик, не девочка, ты вообще какой-то там непонятный бесполое существо, инфузория туфелька. И человек начинает путаться во всем. Он не понимает, кем он должен быть, какая у него роль. Его путают сегодняшние обстоятельства. Он не понимает свою роль в семье. Он не понимает, что ему нужно делать в жизни. Вот просто люди теряют ориентиры. Так вот, мы сегодня те люди, которые имеют ориентиры на основании Слова Божьего. И мы можем говорить, ребята, вот эти ориентиры. Ориентируйтесь на них, на вечное Слово Божие. И когда мы живем в соответствии со Словом, даже ошибаясь, послушайте меня, даже делая ошибки, но если ты признаешь эти ошибки, ты говоришь, да, я вышел за рамки, может быть, правильного пути своего, но, по крайней мере, я знаю эти ориентиры. Вы знаете, блудный сын, он ушел из воли отца, но он не потерял ориентиры. Он знал, где истина, а где ложь. Поэтому, даже оказавшись в соблазне и в лжи, он говорит, у меня есть ориентир. Отец мой. Он говорит, вот он, ориентир. Просто я не живу этим ориентиром, но он есть. И он говорит, у моего отца огромное количество работников, которые трудятся и, говорит, там, не нуждаются в хлебе. Я знаю, как живет мой отец с матерью. У меня есть ориентиры, а я заблудший овца. Поэтому, что он сказал? Он говорит, написано, и придя в себя, сказал, вернусь к отцу своему. Друзья мои, когда мы держим ориентиры, сегодня я сейчас не играю роль блудного сына, а говорю, что мы можем играть роль отца, который говорит, да, вот они, ориентиры, то даже те, кто ошибся, заблудился, он опять возвращается к образу отца, к ориентирам. И поэтому, друзья мои, ободрение может быть в твоей жизни словом и делом. Это ответственность на каждом из нас. Быть ободрителем, а не соблазнителем. Итак, возвращаемся к одной интереснейшей истории. Интереснейшей, просто вот ее почитаем. Это книга «Деяния апостолов». И там описано, как ничего не значащий человек, вот обратите внимание, ничего не представляющий, как он становится ориентиром и ободрителем для людей, которые еще только минуту назад надмивались над ним и считали его никем. Это история, конечно, об апостоле Павле, потому что большая часть книг «Деяния апостолов» рассказывается о Павле. Большая глава, 27-я. Мы всю ее читать не будем, но прочитаем большую часть ее. Но я скажу предысторию. Апостол Павел – узник. Все, он уже в кандалах, он среди большого количества заключенных, представьте. Это места Средиземноморья. Его сажают на корабль, как узника, засовывают его в трюм. Он ничего из себя не представляет. Простой уголовник с другими отдельными уголовниками. И так его воспринимают окружающие. Этот корабль с купцами, с другими представителями Римской империи, на этом корабле переплывают, им нужно плыть в Рим. И вот они плывут с Кипра, и, соответственно, этих уголовников охраняет группа солдат римских. Точно историки не знают, сколько их было, но примерно около 10 человек с офицером. Но так как Павел отличался от всех уголовников тем, что он был человек образованный, а представьте, в те времена все-таки это долгий путь, он занимал там месяца, поэтому офицер, как правило, начинал говорить с уголовниками и заметил, что среди них один человек достаточно образованный. Они проводили время в беседах с апостолом Павлом и офицер римской армии пропитался каким-то интересом к этому человеку, но все равно его значимость была очень мала. Во-первых, он уже жил на корабле не среди всех остальных, а в трюме, и они должны были плыть через Средиземное море в Рим. И вот 10 стих говорит, с 10 почитаем. Там апостол Павел, соответственно, уже садится на корабль в кандалах, его спускают в трюм, и он говорит такие слова к офицеру, который не был главным на корабле, на корабле был капитан, были кормчие, но офицер был влиятельным человеком. И он говорит, апостол Павел, 10 стих, Деяние апостолов 27, «Я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». И вот Павел вдруг говорит такие слова, «Ребята, мы идем в опасное плавание». Откуда апостол Павел это знал? Поймите, он имел отношение со Святым Духом. Сегодня человек, который имеет отношение со Святым Духом, так или иначе имеет духовную интуицию. И они плыли в зиму. Но смотрите следующий стих. «Но сотник далее доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». Даже римский сотник, то есть сотник – это офицер, не значит, что на корабле была сотня римских солдат, потому что всего было 276 людей на корабле, плюс узники, плюс пассажиры, поэтому солдат было меньше. Но это было звание высокоофицерское. Он, хотя уважал Павла, все-таки считал, что его слова пустые. И больше доверял профессионалам, то есть профессионалы кормчие. Как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Итак, смотрите. Логика всем говорила, что сейчас нужно плыть. Профессионалы сказали, нужно плыть. Офицер доверяет профессионалам. Так похоже на сегодняшнюю жизнь. Все логично, экономика сейчас растет, все предсказуемо, все нормально, все профессионалы на своих местах, и ничего не знающие какие-то там люди, заключенные. Вдруг из них один, вроде как образованный, говорит какие-то слова. Говорит, ребят, не стоит сейчас делать то, что вы делаете. Они говорят, слушай, ну мы тебя, конечно, понимаем, что человек образованный, но ты же не зря в кандалы как-то заключен. Что-то ты натворил, парень, поэтому знай свое место. И написано, «Но скоро», 14 стих, «поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон». Он до сих пор известный, это ветер, который появляется внезапно, это ветер северный, как правило, опасный ветер. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Вот как часто бывает. Бах! Вопреки духовной интуиции, духовного слова, приходит, да, сначала логика работает, а потом приходит какая-то атака. Дух, коронавирус, бах, какие-то протесты, бах, экономика рушится. Люди говорят, как мы, как мы, даже профессионалы это не предсказали. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывали корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. Люди уже начали избавляться от ценностей, которые были на этом корабле. Вот люди начинают терять свои даже материальные ценности, первое, когда кризис в жизни, когда экономика рушится, когда семья рушится, люди начинают платить уже деньги, налоги дополнительные, эмоциональные, теряют свою прибыль, начинают переживать. Итак, на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. О, фраза какая, не я придумал, в Библии написано. Своими руками, говорит, вообще, все продали уже последнее. Представьте, как Павел себя чувствовал, он сидит и говорит, надо же, я же им говорил, не надо плыть. А они там, торговцы, плывут, у них будущее, они думают, сейчас торговать в Риме будем, прибыль, сегодня уже вещи начинают выкидывать. Но, как многие дни, не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немальная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Вообще, дальше этап пошел. Люди уже стали сомневаться в том, что они доплывут живыми до Рима. Сначала еще просто без денег остались, а потом говорят, слушай, мы уже думаем, выживем ли мы. И так как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Смотрите, как интересно, заключенный, как-то вдруг встает посреди всех. Во-первых, надо понять, что заключенных в это время, для того, чтобы держать корабль, уже снимали со многих кандалы, по крайней мере, самых доверительных людей, то есть кому могли доверять. И, видимо, сотник снял уже кандалы с некоторых заключенных, в частности, с Павла, для того, чтобы помочь сбрасывать груз, помочь обвязывать корабль. И Павел уже среди, среди уже свободных людей, по крайней мере, ходит по кораблю. И вдруг, видим, он набирается какой-то дерзости, вчерашний заключенный вдруг стоит и видит глаза этих испуганных людей, включая солдат, офицера, и говорит, я говорил вам, не покидайте. И вы знаете, если бы его слова были только обличением, ну, таким вот, я же вам говорил в ужасе и в скандале, возможно, его бы там прибили прямо на этом корабле. Но в его словах были не просто какая-то сила, в его словах появилась надежда. И мы увидим в следующем стихе. Смотрите, 22 стих, он продолжает речь. Теперь же убеждаю вас, что написано, ободриться. Послушайте, он говорит, теперь же я убеждаю вас, ободриться. Вдруг он говорит посреди этого кошмара всем, он говорит, ободритесь, друзья. Вы знаете, когда человек теряет веру, когда он теряет надежду, когда он теряет имущество, когда теряет семью, когда теряет бизнес, когда теряет здоровье, ему нужна какая-то надежда. И вдруг появляется на фоне человек, который совершенно вчера еще не имел никакой власти, никакого голоса, и вдруг он говорит, я вас предупреждал, говорил, а сегодня вам говорю, ободритесь. Вот это всегда голос Святого Духа. Он может обличать человека, он может сказать, я тебя предупреждал, я говорил тебе, не поступай так, но всегда, вот чтобы вы понимали, пророчество Божье отличается от всех остальных пророчеств или каких-то таких демонических тем, что оно всегда дает надежду. Оно всегда даже обличающее, но дает надежду. И говорит, ободритесь, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, но только корабль. Но что интересно, Павел прямо сказал, нет, ущерб будет, ущерб и вашим деньгам, грузу, и даже кораблю, но ни одна душа не погибнет. Представьте, какая была надежда для всех, для всех свободных людей на этом корабле, которые делали бизнес, плыли туда, солдаты, у кого-то там, у офицера росла карьера, то есть люди с надеждами, и вдруг они их все потеряли, но тут приходит слово опять надежды, ободритесь, все будете живы. Ибо, 23 стих, ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь, и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаре, это суд должен был быть предкесаре, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Только вдумайтесь, Павел набирается смелости сказать дерзостые слова, он говорит, я заключенный, я плыву на суд, и вот из-за этого суда ангел говорит, ты доплывешь до конца, доплывешь, и всех на корабле я дарую тебе, Павел говорит, вы мне все подарены, понимаете, вы подарены ваши души сегодня, вот слову, которое дал мне Бог. Вы представляете, какая революция должна была приходить в голове вот у всех участников этих событий, у всех пассажиров на этом корабле, они должны были либо поверить вот этому безумцу, уголовнику, который только что в кандалах сидел, либо сказать, да ты придурок, иди отсюда, у нас нет никакой надежды.